Ну иди помой, Грибушка. Ничего страшного. Вы же на море, а не в квартире. Вот. Всем привет, привет. Руки не доходят до телефона и кормлю их, не пою, не расчесываю. Два дня я как робот. Вот. Происходит моя адаптация. Вы знаете, мне кажется, я заболела. У меня 37,3 было с утра. Что-то гнойные сопли. Я вообще удивляюсь, что со мной происходит. У меня так сильно болеет моя подружка. Мы как раз встретились с девчонками, с ней. И потом на второй день, она говорит, у меня все тело болит. И высокая температура, давление падает, сил нету, кашель, какой-то, говорит, как ковид, какой-то вирус страшный, друзья мои. И у нее от сына перешло, а потом перешло сейчас от нее на дочь маленькую. И я сегодня напилась и с лимоном воды, и с уксусом. Боже мой. Думаю, боже, дай мне силы. Потому что трое детей. Она лежит пластом. Муж указывает за ней. Ну, а тут трое детей, вы понимаете? Мимо меня, говорю, мимо меня. Хотя сопли текут, ручьем у меня. Вот. И самое главное, я сейчас их всех накупаю. Приду домой тоже покупаю. Уже с утра я поподметала. Вот, знаете, какая-то я сумасшедшая на вот эту вот уборку. Не знаю, мне хочется, чтобы мои детки, когда штопали ножками по голову, попало, то, то я хочу, чтобы у меня были чистенькие пяточки. И вот, а мусор все равно идет. А сейчас тем более столько песка будет. Надеемся, мы сейчас искупаемся с ними. Я хочу, чтобы они постепенно загорали. И как раз вот сегодня такая погода, да. Погода и солнышко. Я и пол седьмого проснулась, пока привела себя в порядок. То есть, да, может, кому-то такие подробности интересны. Пожалуйста, переходите на другой сайт. Пишут там мне чушь какую-то. И еще комментаторы. Секретарей появилось очень много. Дай Бог вам счастья, здоровья, мои дорогие девочки. Да будьте счастливы. Будьте здоровы. Я вам так благодарна, что вы находите свое время, тратите свои минуты, часы, для того, чтобы ответить и мне, и моим комментаторам, моим подписчикам. Я так ценю вашу работу. Вот просто я не знаю. Вот я такой человек. Мне кто что там написал кому? Нет времени. Счастливая. Да пусть что как будет. Благодарю за видео, если вдруг что-то и все. Ну а вы, ваше антро все говорит о вас, мои дорогие. И благодарю вас еще, что вы мне так помогаете вести канал. И ждете там. Там есть одна такая, появилась у меня. Она несколько раз уже написала. Гадость. Ну какую гадость, да? Помогла ответить там. Да, что она пересмотрела все мои видео. И вот этого секретаря не нашла комментарии. Моя же вы дорогая. И говорю, я говорю, ну наверное почти представляете, столько времени она потратила, чтобы пересмотреть все видео. Чтобы пресчитать столько комментариев. Моя вы дорогая. Благодарю вас за все. И ответить моим подписчикам. Я очень ценю ваш труд. Вот. Вот я хотела вам с утра просто выразить благодарность. А мы идем дальше. Живем дальше. Верим во все прекрасное. Во все хорошее. Что будет, то будет, да? Но будет все хорошее, правильно? Адаптация пройдет и до конца, до начала сентября детки у меня будут. Все войдет, кажется, этот в русло. Там ребенок плачет. Знаете, в чем дело? Море грязнейшее. Не то, что там, допустим. Я сейчас пойду с ними вот прямо на песок закопаюсь. Все. Всем пока. Пока. Аква дебеби-го. Беби-го. Деймушка, ты весь сзади, бебушка, в песочке. Деймушка. Деймушечка. Посмотрите, какая грязная вода. Ирма, вот что ты здесь стоишь? Скажи. Ты видишь волна? Смотри. А? 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 Вай, мей мой телефон. Всем привет. Сегодня мы это делаем. Я вам говорю, если мне нравится море или не нравится, что я чувствую в море и что я не чувствую в море, и что я люблю в море. Я море просто обожаю, но в нем есть минус. Она очень соленая, грязная и большие волны. Но иногда, когда там маленькие волны и чистая вода, то когда это очень хорошо для меня, хорошо себя чувствую. И еще никакие очки мне не надо. Мужа хотела рассказать, я люблю, да. Но почему я люблю так это море? Она очень гладкая, не надо на бассейне идти, это платно. Это бесплатно, но она соленая. А что мне не нравится, что она грязная. И вот все, что я чувствую. Накупанные, детки, завтракают. Бутерброды здоровые, да? Хотели жареные сосиски и яйца. Бабуля им это все творила. Бабуля такая никакая. Наверное, бабуля заболела все-таки. Сопли текут. Либо температура, ты говорила. Было, да, сейчас нет. Вот, мои дорогие, вот так мы завтракаем. Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. Сидим в парке. Друзья, я сильно так заболела. Вы помните, каждый год, когда я привожу детей, я очень сильно болею. Это какой-то, знаешь, как проверка, как проверка на прочность мою. Я не понимаю даже, вот как это так вот именно стабильно происходит. У меня просто нету сил. Но, несмотря ни на это, я все делаю. Прошу Бога и Вселенную дать мне силы и поухаживать за детьми. Вчера я лежала пластом, чихала. Сопливилась. Главное, похоже на ОРЗ, на температуру. Непонятно какая это, 37,6 было максимум, 37,4, 37,1. Какая воспалительная. Сегодня сопли перестали. Вот вышла, и мой муж говорит, вчера он с ними пошел вечером гулять с другом. Я говорю, пойди в парк. Он говорит, ну пойдем гулять, а мне, говорит, там скучно будет. И так он с ними сидел весь день, пока я отдыхала, лежала. Вот такой у меня шкейм, вот так он мне помогает, мой любимый. Ирмочка наша, Ирмочка, солнышко наше. Моя сладенькая девочка. И что, сейчас бабуля адаптируется, чуть-чуть адаптация проходит, да, активно. Что я могу сказать? Ну, в принципе, ничего такого. И пока интересного нет, и мозги не работают. Приготовила вечером сегодня тефтели, гречку им наварила. Они сначала не хотели, а потом каким удовольствием покушали. С таким удовольствием поели. Вот, все поели яшки, им понравилось, и все. А я вот сейчас мороженое купила. Купили мы водичку. Вот, для деток, здесь для меня. Вот, сильная ломотация, тело дотронуться очень больно. Ну, посмотрим, что и как будет потом. Всем привет, мои дорогие. Светлана заболела, но продолжает за детьми ухаживать. А ты что делаешь здесь? Марья здесь возится сама по себе. Убирает у бабули. Видите, какой у нас бардак здесь. Когда дети, всегда так. Так, эту комнату убрала. Так, фрукты несу вам. Смотрите на этих хулиганов. Ирмочки, волосики. Леденцы кушать на балконе. Еще не покушали вы это? Ты покушал, Демушка? Демушка приготовился. Иди, Ирмочка, позови Мари. Да. Не кричи, иди позови. Купила им тапочки такие, да? Вот, смотрите на нее. Все перевернуто. Да, ну что делать-то? Жене обращая ни на что внимания. Да, болезнь меня срубила, можно так сказать. Я не унываю, не падаю духом. Знаю, что все будет хорошо. Наверное, какое-то испытание, да? Может, там сейчас смотрят мне, не мои подписчики, но просто случайно. Что за бред она несет? Вы знаете, недавно прочитала сообщение. Мари, тарелку туда понесла. Хорошо, оставшись. Недавно прочитала сообщение. Комментарий. И вот он был в спаме. Этот комментарий был в спаме. Ютуб его заспамировал. Куда? Иди сюда здесь, кушай. Иди сюда. Моя одна подписчица, которая тоже в блоге. Ну, надоело мне уже выслушивать тоже она. Вы знаете, вот ей нихрень делать. Она читает под каждое видео комментарии, видно, и ищет, да? Такие мне вещи написала, боже ты мой, что ей надоело смотреть одно и то же. Но я ее забанила, пускай не смотрит. Друзья мои, я еще раз напоминаю всем, что у меня блог не информационный, не о новостях Турции, не какой-то контент интересный, такой может быть. У меня блог, каждодневные блоги, блоги о моей жизни. И поверьте, очень много таких блогов, блогеров есть в Турции. Если вам что-то интересное, специфика какая-то, про моду, про одежду, про лекарства, про природу, то, пожалуйста, идите на другие каналы. У меня влог, и я не могу вам показывать ничего другое. Я показываю каждодневную жизнь. Поймите вы, наконец-то, и это, которая попала в бан, тоже пойми, лиса там или кто, лошадь у нее была в фотографии. Вот. Написала такие, господи, гадости мне. Но просто даже нет желания было ей отвечать. Просто я за ее в блог поставила. Да, надоело уже. Вы скажите, почему я ставлю блог и люблю льстивый, да? Вот я не знаю, вот люди такие есть. Я кого-то вообще оскорбляла. Вот скажите, я по ту сторону экрана, я когда-то кого-то оскорбляла. Почему вы мне пишете эти гадости, но не нравится вам? Идите. Я не нуждаюсь вашему мнению. И почему я должна терпеть, вы говорите, льстить? А почему я должна негатив слушать свой? Вы, когда приходите ко мне в гости, вы мне будете гадостивить. Конечно, я вас выкину из дома. То же самое на канале. Я хозяйка канала. Не нравится на все четыре стороны. А что вы мне тут пишете? Вашу правду? За мой бизнес, если вы не понимаете, дурынды такие. Значит, идите дальше. Это не для вас. И не хватит завидовать уже, в конце концов. Хватит. Вы же все понимаете. Вы же не такие дурочки. Вы же все понимаете. Поэтому и прекратите вести войну с кем-то. Будьте добрее. Все вам вернется бумерангом, мои дорогие. Вы не понимаете, как это происходит в жизни. Вы не мухи, а пчелы. Будьте пчелами. Вы все видите, только сладкое, красивое. Ирма, какая смешная. Добрый вечер, мои дорогие. Вышли мы покулять. А Мария куда помчалась? Куда она помчалась? Позовите ее. А Дэми, давай на дорогу. Где ты? Иди сюда. Прячется он. А я не прячусь. Моя девочка. Друзья мои, мне немножко получше стало. И то, головокружение есть такие, но все-таки лучше погулять, потому что жалко их целый день. Они не дома. Ашкин остался тоже дома, говорит, я что такое в себе плохо чувствую? Такие худенькие, прихуденькие девочки. Сестры, что ли? Красивая, если так говорят, сладкая пупушечка, все говорят, хулиганочка, хулиганочка, все так говорят. Я булочка. Булочка. О, модель. Булочка. Ты булочка, сладкая булочка, сладенькая булочка, папулочка, папулечка. Она не пулечка. Кто она? Она пузачик. О, модель. Она шишка. Она шишка. Эй, Ерма шишка. Я один. Ерма шишка. Ерма шишка. Ерма шишка. Капитан. Эрма шишка. Эрма шишка. Продолжение следует...